Всем самого доброго утра! Сегодня суббота. Если я не ошибаюсь, 20 марта. Время 9.30. У меня живет внучка Даша, поэтому я уже проснулась. На это я так смеюсь. За окном у нас сегодня чудесное утро. Солнышко светит. Красота! Я сделала все уже водные процедуры. Сейчас буду готовить завтрак. На завтрак у меня сегодня хачапури ленивый, но не ппшный, потому что буду без творога делать. Что-то так захотелось с чистым сыром хачапури. И это хачапури делается из двух яиц. Кто не знает, у меня есть этот рецепт на канале, но кто не знает, кто не видел, неплохо будет вспомнить. Может быть кто-то захочет его приготовить на завтрак. Но прежде чем приступить к приготовлению хачапури, я всегда завариваю кофе. Еще раз хочу сказать о том, что я пью утром только исключительно вот такой живой кофе. И я до сих пор не купила кофе ирландские сливки, которые мне безумно понравились. Они, оказывается, у нас продавались и продаются. Вот обязательно куплю. Там аромат, конечно, вообще. Так. В кофе добавила один пакетик фитика, фит-парада. Так. Пусть у нас кофе заваливается. Ну а мы приступим к приготовлению хачапури ленивого. Так. Для этого нам понадобится сыр тертый. Здесь 200 грамм. Но я обычно на глаз кладу вот такой вот сыр. Получается такой толстенький. Я высыплю весь. Толстенький, вкусненький. Так. Добавляем сюда 2 яйца. У меня есть вот такой йогурт греческий и есть сметана. Просто нужно 2-3 столовые ложки или сметаны, или йогурта. Ну вот здесь, наверное, у меня не будет столько. Я, конечно, весь высыплю. Но придется добавить еще и сметаны. Ну, я хочу просто сказать, что можно и сметану, и йогурт добавлять. Что у вас есть? Это как бы не сильно имеет значение. Так. И сметану нужно другой ложкой достать. Так. И еще добавим вот так сметанки. Поэтому-то, собственно говоря, он у нас не ПП, как хачапури. Во-первых, творога нет. Так. И добавляем сюда 2 столовые ложки муки. Я постоянно прячусь, потому что я еще не разбирала посудомойку. У меня все ложки там. Так. 2 столовые ложки муки. Сегодня это кукурузная мука. Да. И сейчас поставлю уже разогреваться сковородку. Оставила разогревать сковородку. И все это перемешиваем до однородной массы. Да. Еще щепоточку соли. Прям совсем немножечко. И я хочу сказать, в чем разница. Вот в ПП Хачапури там всего лишь одно яйцо. И там практически, ну не 50 на 50, там творог. Мы добавляем обязательно творог. Здесь только сыр. Здесь только сыр. Так. Все. Мы размешали. Сейчас накалиться. Достаточно накалиться сковородкой. И мы эту массу будем отправлять в сковородку. Обязательно будем накрывать крышкой. Девчонки, вот сколько себя заставляю. Точнее, не заставляю, а себе напоминаю. И все никак. Хочу купить нормальные сковородки. У меня вот мои сковородки, на которых я готовлю. Овсяна, блин, хачапури. Они все уже поизносились. Все уже старенькие. Поэтому надо купить сковородки мне нормальные. И будет мне счастье. Что я и сделаю. Кстати, хочу сказать, давно я не снимала. Вот. У нас уже и прощенное воскресенье прошло. Что-то все как-то... Да, особо нечего снимать. Честно говоря. Так. Вот такая вот масса у нас получилась. Сюда же можно добавлять по вкусу, что вам нравится. Лук зеленый. Можно укроп. В общем, любую зелень. Но у меня зелени нет сегодня. Я буду делать просто чистый хачапури. Кофеек у меня уже заваривается. Сковородочка уже почти накалилась. Сейчас будем отправлять все жариться. Разогрелась сковородка. И отправляем туда тесто. Для меня самое трудное во всей этой истории это переворачивать хачапури. Но попробуем. Накрываем крышкой и минуты две-три жарим. Так. Ну что. Ответственный момент. Мой нелюбимый. Есть, конечно, несколько способов переворачивать хачапури. Но я попробую обычный. Просто. Оп. Получилось. Смотрите, какой румяненький. Так поджарился. Тоже накрываю крышкой. Буквально еще две-три минуты. Но, честно говоря, я держала чуть побольше, чем три минуты. Он достаточно хорошо поджарился. Ну все. Будем ждать готовности. Толстый получился сковородка. Диаметр сковородки не очень большой. Поэтому он прям толстый-толстый будет. Я думаю, что хачапури готов. И мы просто сейчас его вот так перевернем. Вот такой вот румяный хачапури получился. И вот он мой замечательный субботний завтрак. Ленивый хачапури с сыром и кофе. Всем, кто сейчас завтракает, я желаю приятного аппетита. Привет-привет, это я. Как всегда, в патчах. Но еще чуть-чуть их подержу и сниму. Сейчас покажу вам в разрезе, какой получился хачапури. Попробовать надо. Что такое? У меня стул такой скрипучий этот. И я прям разговариваю. Сейчас я поменяю. Вот, все. Этот не скрипит, а тот прям и скрипит, и скрипит, и скрипит, и скрипит. Кошмар. Так, давайте разберемся с нашим хачапури. Ох, какой девчонки и мальчишки. И, смотрите, вообще, такой толстенький-толстенький. Прям здорово. Будем наслаждаться. И он очень сытный, очень сытный. Это вот очень много. Но, как бы, я, конечно, съедаю, но вообще это очень много для меня. Для одной на один прием пищи. Сейчас очень горячий. Вообще, как бы, хотелось сегодня на завтрак приготовить тосты с авокадо и со скрэмблом. Игорешка уже достаточно давно купил авокадо. Но оно еще твердое. Я забываю все время положить в темное место на сутки. Вот, говорят, есть такой лайфхак. Кладешь авокадо куда-то там в темное место на сутки. И через сутки он становится уже спелым, мягким. Вкусно. Давно ничего не снимала, давно ничего не показывала. Нечего. Вот, абсолютно. В будний день на работе. А выходные за неделю так намаешься. Очень сложное сейчас время у нас в Люберцах. Не хотела рассказывать. За неделю так намаешься, что выходные никуда не хочется идти. Даже ни на какой шопинг. Так, девчонки, у нас в Люберцах вот уже на протяжении двух месяцев проходят какие-то странные эвакуации. Ну, как странные. Пишут, что заминированные сады школы присылают там на электронную почту. Естественно, мы должны реагировать. Сначала это было в первой половине дня. У меня неоднократно срывались праздники. Вот 23 февраля у меня сорвано было. Еще там какое-то мероприятие мы проводили. А сейчас это происходит в дневной сон, когда детки спят. Вот мы их только уложим. Воспитатели их только уложат. У меня-то утром все занятия проходят. И в обед я занимаюсь... После обеда я занимаюсь плановой работой. Сценарии пишу, музыку подбираю. То есть дети спят. Заниматься не с кем. И вот в этот момент, где-то полвторого, у нас приходят вот такие сообщения. Мы вынуждены покинуть здание. И носимся, как ненормальные. Не знаю, что будет дальше. Вот. Соответственно, представляете, поднять сонных детей, одеть их, вывести. У нас за каждой группой закреплены там дополнительные... Дополнительные руки, как я называю. Кто-то берет скамейки, кто-то берет воду, кто-то берет стаканы, кто-то берет тарелки. Из-за этого школы отправили на досрочные каникулы. И вот в понедельник каникулы уже заканчиваются. И так как у детей были каникулы, мы эвакуировались в школы. А сейчас не знаю, как это будет происходить. Смотрите, какой толстый. Не знаю, как это будет происходить. В общем, от этой вот суеты, от этой вот... Очень устаешь. И снимать, в принципе-то, никаких новостей. Ну, прощенное воскресенье было. Да, мы нажарили блинов. Приходила Люся. Что-то не стала я снимать. Сегодня посмотрю, как день сложится. Планов никаких. Нянчимся с Дашулькой. Алинка уехала на маникюр. Денис сегодня дома. Может быть, вечером пойдет на работу. Вот, а я... Ну, тут какие-то мелкие домашние дела не есть всегда. Поэтому, если что-то интересное будет, буду включаться. Кстати, в прошлое воскресенье я целый день смотрела фильм. Я его и раньше видела. Фильм называется «Дневник свекрови». Он такой бытовой фильм. Мне так понравился. Я прям целый день... Он длинный. Лежа на диване, прям от души. Во, отдых у меня был. Очень такой толстый. Вкусный хачапури. Ладно, девочки. Если что-то интересненькое будет, включусь. Вот. Обязательно покажу. А так хочу постельное поменять. Что еще поделать, не знаю. Не знаю. В общем, что-то я какая-то еще утром потеряшка. Я еще, в принципе, только сейчас бы проснулась. Время 10 часов. Но у меня же живет внучка Даша. Поэтому я просыпаться даже по выходным стала раньше. Как-то так. Вот все-таки пока еще не съела. Я хочу показать, насколько просто и насколько быстро и насколько вкусно вот этот ленивый хачапури. Смотрите, какой он толстый. Я уже наелась. Вот смотрите, сколько осталось на тарелке. Я уже наелась. Он сытный. Он очень сытный. И чувствуется, конечно, что здесь один сыр. Конечно, повкуснее. Признаться, вот этот хачапури, этот рецепт, он повкуснее. Вот. Вот что осталось. И да, еще хотела сказать. Смотрела. Представляете, даже вот некогда было толком посмотреть YouTube своих девчонок любимых. Вот. А тут посмотрела Мариночку Мордовину. Ой, тоже люблю ее видео. И дачные, и домашние. Вот. И она сеяла помидорки, показывала рассаду, точнее семена. И так меня смотивировало, что все. Я уже начала, знаете как, я уже начала записывать, какие цветы я хочу, какие хочу купить. Какие культуры буду сажать. Что-то даже надумала, знаете, торпила мне, может, свеклу посадить. Вот. И думаю, походить по магазинам, вот поискать прям семена и начинать уже потихонечку готовиться к дачному сезону, покупать семенки. Хочу сказать, что с рассадой я не дружу. То есть я на балконе или в комнате, или там еще где-то рассаду рассаживать не буду. Это не моя история абсолютно. Я знаю, что многие сажают, вот Леночка, дневник начинающих дачников наверняка уже посадила. Или помидорки, или что там, перчик, что она там обычно в стаканчике сажает. Это вообще не моя история. Я не люблю никакие рассады. Я дома вообще не люблю вот этим заниматься. Вот. Поэтому я либо сразу куплю так, чтобы это было как бы растение, чтобы сажать в открытый грунт. Либо с семенами буду сажать. Вырастет, вырастет, не вырастет, ну и ладно. Вот. А вот это вот делать рассаду, я не такая заядлая дачница. И все, что я буду сажать, это как бы, это просто мне интересно. Это хобби. То есть я не какая там, вот у меня соседка Таня, которая она прям выращивает. У нее куча морковки, она всю зиму ее ест, куча там картошки. Она там, вот она делает это для еды. И я это делаю, ну конечно тоже будет здорово, если вырастут там те же кабачки или там свекла. Или вот чеснок у нас вырос, это здорово. Но я это, мне больше это интересно. Не ради интереса, а мне просто это интересно. Но семена захотелось уже подкупить. Вот надо просто подумать, представить участок и так зонировать его цветами. Я просто не знаю, существятся ли наши планы, которые мы запланировали на этот год, что хотели бы сделать на даче. И поэтому мне сейчас даже трудно что-то планировать. Потому что мы надеемся, что будет так, а получается эдак. И почему-то это вот в крайнее время с нами происходит. И поэтому я уже думаю, как будет. Вот будет так, значит будет так. Не получится так, значит так не будет. Ну как-то вот, потому что начинаешь планировать, начинаешь там что-то думать, мечтать. И как правило не получается вообще. Вот, поэтому вот Маришка меня смотивировала на покупку семян. Буду запасаться семенами. Вот, и обязательно покажу и расскажу. Ну это конечно уже что-то мы на дачные темы перекинулись. Просто хочется уже. Солнышко светит, хочется на дачу. Но туда мы еще не так скоро попадем. Потому что в связи с тем, что у нас такая снежная зима была. Там очень сыро. Но будем надеяться. Ну я тут решила навести порядок в морозилке. Посмотреть, что есть, что закончилось. И хочу сказать, что я не перестаю собирать вот такие вот коробочки. Но чаще это коробочки из-под детского питания. Вот такие вот большие. Вот так как мы еще покупаем детское питание. А так в принципе можно использовать даже вот такие вот коробки из-под хлопьев. Вот, эту я сильно обрезала. Здесь у меня тоже вот, тоже из-под хлопьев. Вот, чем хорошо хранить в морозилке продукты в коробках, экономится пространство. Вот, здесь у меня тоже вот коробки из-под питания. Вот, ну я их собираю, конечно, специально я их покупать не буду, но освободилась коробочка. Я их обрезаю так, чтобы, может быть, это не совсем эстетично смотрится, но это очень практично в плане хранения. Вот, например, здесь вот, смотрите, как бы вот это все лежало бы просто в ящике, да. А так я разложила по пакетикам. Здесь у меня филе бедер куриных, куриное филе грудки. Вот, вот еще освободилось место сюда, что-то можно положить сверху еще. То есть гораздо это экономичнее и много экономит пространство. Конечно, пельмени в эти коробки не целесообразно класть, потому что это будет некрасиво смотреться. Но вот сюда еще две-три коробочки поместить можно и тоже можно уложить сюда какие-то там мясные продукты и какую-то заморозку. Вот, ну я продолжаю экспериментировать. Хочу просто сказать, что это действительно очень экономит пространство. Еду в лифте. Ковырялась-ковырялась дома. Игорюшка подходит, говорит, борщ хотите? Я говорю, да, кинулись, то одного нет, то другого нет. В общем, едем в магазин с Игорюшкой, всю борщу купим. Ох, а на улице у нас красота. Игорюшка, помаши девчонкам ручкой. Ой, девчонки и мальчишки, в такую погоду непонятную мыть машину – это деньги на ветер. Но мы уже просто не можем. И тут вот пришла мысля в голову, что нужно поехать хотя бы сверху ее помыть. А то наша чаечка совсем, ну вообще, я не знаю. Красивая бабушка ей хвосты сделала, чтобы она поела нормально. Даш! Пойдем ням-ням. Иди ням-ням, бабушка, кашку ждать. Тушенку иди ням-ням. Юбаный ням-ням, давай. Пойдем ням-ням, ты ей покажи баночку, пойдем. А, ты ее сюда, ну-ка, тогда сажай. Маши, Даш, маши. Привет! Покажи хвостики. Вот, мы после сна причесались, чтобы нам волосы не мешали, будем сейчас есть. Сейчас я тебе подам телефон. Папа кормит. Даша, это гук. Пюреху кушает Даша, пюреху. Овощная или фруктовая? Вот она. А вот хвостики не любит. Вот просто сделали, чтобы хотя бы поела спокойно, не мешала ей эта челка. Стричь не хочется, поэтому вот. А хвостики она снимает, и резинки, мы боимся, что она их проглотит. Они маленькие. Дашка! Моя птичка, ладно, кушайте. Дашуля кушает дедушкин борщик. Давай, а? Ммм. Ой, а Даша-то будет? Конечно же. Кусно? Мама. Кушай, 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 Дашуль, кушай. А у нас уже воскресенье. 21 марта. И я сразу начинаю свой сегодняшний день с завтрака. Приготовила себе завтрак у меня. Вот сегодня вот такой завтрак. Хлебцы с пастой Антарктик Криль. Так соскучилась я по этой пасте, давно не покупала. Вот такой вот у меня сегодня завтрак. Сосиски, яйца и хлебцы. Авокадо забыла опять положить в темное место. Хотя бы сегодня надо это сделать, чтобы завтра на завтрак сделать тосты с авокадо. Вот такой вот у меня поздний завтрак. Я только проснулась, выспалась. Вот, поэтому если кто-то может быть еще завтракать вместе со мной, приятного аппетита. Да, Чура, привет. Да, я с этой стороны, а то отсвечивает. Что тут тебе привезли такое непонятное? Доставка, да. Очень давно хотела пиццу и заказала ее. Ну, как бы роллы две порции. Обратилась в компанию Pirate Pizza. Вот такой даже фирменный у них пакет. Я вообще, честно говоря, приятно удивлена такому качеству доставки. Потому что, во-первых, пакет. Во-вторых, вот сама упаковка. То есть здесь полностью маркировка идет, когда, во сколько приготовлено. Детали. Палочки. Смотрите, радужный такой оранжевый цвет. Акционный буклет, чтобы быть в курсе всех актуальных акций. Такая вот визитка, где номер доставки указан, сайт официальный и указана почта. То есть если есть какие-то замечания, жалобы, если что-то, допустим, не понравилось, вот на эту почту прям фото можно скидывать. То есть все это дело у них высшим уровнем. Конечно же, салфетка с зубочисткой. Вот такой еще буклет. Тоже мне очень понравилось. Во-первых, здесь вот так вот на гармошке сделано. Полностью все меню актуальное на сегодняшний день. То есть все блюда, которые есть. И адреса пиццерей. Плюс официальные аккаунты в соцсетях, где можно найти их. Поэтому просто вот я восторгенную. И пицца, как она выглядит. Вот такая тоже фирменная упаковка. Здесь запечатано. То есть вот контроль качества, что... А ты раньше заказывала эту фирму, пират пиццы? Я заказывала. Я заказывала, но очень давно уже заказывала именно у них. И просто вспомнила, что есть вот такие вот пираты. Ну показывай уже пиццу давай. Что за пицца? Называется охотничья. Охотничья. Видите? То есть можно убедиться в том, что до вас ее никто. Вот прям вот. Красота. Я вот люблю с салями, маринованные огурчики. Да, твоя тема. Ладно, приятного аппетита тебе, доча. Большое спасибо. Девчонки, еще сегодня мы с вами сделаем вот такую масочку пузырьковую. Я сходила в душ. Вот. Предварительно очистила лицо. И сейчас будем наносить маску. Я, честно говоря, единственное, что мне нравится во всех этих масках, не всегда бывает хорошее лекало. Вот. Как-то я уже делала эту маску. Она наносится, в принципе, как все. Но со временем, то есть, ну, в течение 15-20 минут, 15-20 минут все лицо покрывается, знаете, такими пузырьками. Вот. Я пытаюсь ее сейчас размотать. Сейчас нанесу на лицо. Надеюсь, что у меня все получится. Это нужно делать быстро. Так. Приятный запах у маски. Так. Ну вот, я уже, девчонки, нанесла маску на лицо. Мне уже будет скоро совсем неудобно разговаривать. Поэтому, возможно, я вам покажу только, когда она совсем-совсем вся запенится. Но, вы знаете, хочу сказать, что сегодня это было более удачное лекало, чем обычно. И вот уже она начала действовать. Уже покрывается пузырьками. Это чувствует моя кожа. И на 20 минут пойду прилягу и посмотрю телевизор. Ну, все. Моя масочка уже достаточно поработала. Пощекотала меня. И сейчас мы ее с вами будем снимать. Прошло 15-20 минут. Мы ее снимем. Смотрите, как она вся напенилась. Ой, какая красота. И остатки пенки разотрем по лицу. И смывать будем теплой водой. Так, давайте я вам сейчас расскажу, что делает эта маска. Маска прекрасно очищает кожу лица, удаляет ороговевшие клетки, способствуя облегчению клеточного дыхания. Сужает поры, выравнивает тон и освежает цвет лица. После вскрытия упаковки при взаимодействии с кислородом происходит активация маски. Начинают образовываться пузырьки, которые и осуществляют вот этот вот микромассаж, про который я говорила. Пощекотали. Но на самом деле я чувствую такую вот небывалую свежесть лица. Мне вот кажется, все-таки не просто вот мы себе это внушаем. На самом деле маска действует. Сейчас умоемся теплой водой и будет нам счастье. Исключительно замечательное ощущение. Сейчас высушу волосы и на ночь ночной крем. Будет вообще все просто изумительно. Ну, такую маску я хочу сказать, я делаю, конечно же, не каждый день и даже не через день. Но раз в две недели. Когда бывает чаще. Там два раза в две недели. Вот, то есть получается как раз в неделю. Ну, в зависимости от желания, конечно же, тоже, знаете, от возможностей. Не всегда хочется, не всегда можется. Но это классное ощущение. После маски вообще освежает. Супер. ПОСЕЛЬНЫЙ, СПЕКЛИЙ, 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 СПЕКЛИЙ. Так, ну все, я высушила волос. Я, возможно, уложила их не так, как всегда. Во-первых, у меня не было кондиционера, то есть он у меня все равно пушится. Обычно, когда я кондиционером голову мою, после того, как шампунем вымыла, то он не так пушится. Во-первых. Во-вторых, не сильно стала укладывать. Все равно я с распущенными хожу, ну первый, наверное, может быть, там день-два. А то бывает и сразу забираю в пучок. Ну, дома вообще с распущенными практически не хожу, мне это неудобно. Поэтому ложилась, волос чистый, волос живой, кондиционер обязательно куплю. Вот. И все, перед сном масочку, точнее не масочку, а кремушек ночной. И исключительно замечательно. Личико мое мне нравится. Всем большой привет. Девчули, вот только приехала с работы. Посмотрите, какой ужас. Выехала с работы, было все нормально. И вот у нас тут теперь вот такой вот градик. Прям даже страшно выходить. Это же ужас какой-то. Посмотрите. Обалдеть. Зима. Зима пришла. У нас, кстати, сегодня 22-ое, понедельник. 22-ое марта, понедельник. У меня аж до речи пропал, девчонки. Я продолжаю свой влог. И вот такая вот у нас погода-непогода. Вышла из машины, вон, моментом засыпала. Ой, это сейчас еще ничего. А вот когда я ехала, уже подъезжала к дому. Еще и с ветром. И так била по стеклам. Жутковато было. Да, вот такой вот он март у нас. Пришла с работы. Что-то так захотелось в такую погоду горячего кофе выпить. Вот, заварила в чайничке кофе. И что-то сегодня кофе захотела со сливками. Купила сливки. Сейчас их взобью. И получится у меня что-то вроде капучино. Ну, что-то вроде. Кстати, вот эта штучка неплохая. Я с маслом бронекофе себе тоже делаю с помощью вот этого взбивателя из Икея. Думаю, хватит. Так, и наливаю кофе. Вот такой у меня напиток. Да, кстати, забежала в магазин, купила такую закуску. Ой, господи, видите же, горбуша скумбрия. Рыба рублена. Я уже брала, мне понравилась. Такую вот грудиночку. Или что это? А, это окорок. Совершенно нежирный. Тоже яичнку жарить. Для салатика взяла семечки. Кунжут у меня есть. Такую сердцкую брынзу. Ее очень хвалят. Она очень вкусная. И, честно говоря, мне она нравится больше, чем сыр фитакса. И вот такую зеленушку взяла. А, еще, как я уже говорила, сливки. И две баночки тунца филе натуральное. Забыла, кстати, взять печень трески. Взяла сыр российский, вот уже порезала, уложила. И вот такой вот штучкой я еще по утрам себе делаю иногда бронекофе. Это кофе с кокосовым и со сливочным маслом. Как-нибудь сделаю его с вами вместе, покажу. Напиток исключительно замечательный. Ну, а пока буду наслаждаться своей чашечкой кофе. Попила кофеек и уже даже испекла хлебушек. Сделала, точнее, вот кето-хлебушек. Один кусочек. Так. И сейчас вот буду делать на завтра себе второй. Сейчас мы его вытащим, чтобы он клёклым не был. Пусть остывает. Так. И вот уже делаю второй кусочек. Делается очень быстро, как я уже говорила, на канале рецепт кето хлеба есть. Такой вот у меня колобочек получился. Напомню, что этот хлебушек мы делаем здесь льняная мука, щепотка соли, чайная ложка разрыхлителя, щепотка кориандра, столовая ложка майонеза любого, можно сметаны. И одно яйцо. Всё, слепили вот такой вот колобочек. Немножко его сделали в форме такой булочки. Тарелку ничем не смазываем. Кладём вот так в тарелку и отправляем на 2 минуты в микроволновку. В общем-то, точно так же, как испекли мы этот колобок. Отправляем буквально на 2 минуты, ни больше, ни меньше. Мне хватает 2 минут. Я сказала на завтраке про хлебушек, что завтракать с ним нет. С ним можно любой приём пищи принимать. Вот сегодня я буду с ним ужинать. Если у меня получится, я вам покажу, какой у меня сегодня будет ужин. Соскучилась я по такому хлебушку. У него такой специфический вкус. Мне нравится и запах, и, в общем-то, его консистенция. Мы его разрезали, видели в разрезе. Вот он уже почти остыл. Немножко, вот видите, я на салфеточку обычно кладу. Сейчас надо взять салфетку, просушить его. И на подходе уже второй. Второй на завтра. Позавтракаю с ним, на обед возьму на работу этот хлебушек. Микроволновка мне сказала, что хлеб готов. И действительно, хлебушек готов. Может быть, я повторюсь. Но всё же скажу. Делается настолько быстро. Настолько быстро. Пять минут. То есть, три минуты замес, грубо говоря. Две минуты в микроволновке. Всё. Вот два замечательных колобка. За десять минут даже меньше. Да, Дашуленька, тебе не показала моё солнышко. Моё солнышко родное. Где твой хвостик потеряла? Вот. Быстро. А у нас, кажется, Дашулька уже, ну, учится, скажем так, кушать сама. Учится. Вот у нас такой бардак здесь. Ну, смотрите, вот она. Я ей помогаю набирать чуточку. Ну, хотя бы просто, что она понимает, что ложку надо к рту поделить. Молодец! Умница, Дашу! А мы ей хлопаем. Она как павлин-мовлин сидит, радуется. Ну, хотя бы она понимает, что ложку надо в тарелку, а потом в рот. То есть, это уже тоже как бы... Бери ложечку, Даша, бери ложечку, бери. Формируется навык. Да. Ой, молодец! Умница! Умница! Сегодня это первый раз. Обычно у нас на столе был вот такой вот бардак. Вот такой. Но сейчас обновили платье Оксаночке. Подарок. Но ничего, это всё постирается. Нам важно здесь... Руками нельзя! Ложечкой! Да, ложечкой! Молодец! Молодец, Даша! Набирай, набирай борщик, набирай. Тут борщик уже, жижу всю... Вы это самое съели. Давай! Вот так же я и Алинку учила. Немножко набирала она. Вот. И руками нельзя. Ложкой набирай. Главное, вот. Молодец! Главное, что она ложку к рту подносит после того, как поковыряет ей, грубо говоря, в тарелке. Но вот парочку ложек, пару крошек, наверное, вот уже попало ей. Но я... Алина, я считаю, что этот день нужно в историю записать. Ну, это я даже... Дашиного развития. Это формирование нового... Да, кстати... Учим все есть настоятельно. Да, ручками нельзя... Молодец! Похлопайте, Даша! Молодец! Нам сегодня сделали мантур. А я себе готовлю ужин. Смотрите, здесь целый хлебушек. Я его разрезала на три половинки. Вот. Второй вот завернула, второй хлебушек завернула в бумагу, чтобы он не влажным был. И, значит, у меня здесь 98 грамм. Ну, короче говоря, вот и по тому рецепту одна вот такая булочка выходит, ну, 100 грамм максимум. А так 95-98. Вот у меня 98 грамм. Что я сделала? Я отварила два яйца, порезала. Сейчас добавлю сюда печень трески. Разомну это все вилкой. И намажу на вот эти вот три кусочка. Далее у меня еще будет вот такой интересный салат. Здесь рукола, помидорки черри. Внизу листья салата. Я порвала сюда их. Сейчас сюда добавлю, порежу вот такой вот сыр. Сербская брынза. Добавлю сюда немного подсолнечных семечек, семян кунжута. Сбрызну оливковым маслом или там соевым соусом с яблочным уксусом. Это будет моя заправка. Ну, и, естественно, немного подсолю. Вот я сейчас все приготовлю, потом вам покажу. Такой вот у меня сегодня будет вкусный, полезный ужин. Кстати, такие бутербродики можно делать и на завтрак. Вполне себе. Так, добавляем сюда печень трески и все перемешиваем вилкой. Это вот такая интересная печень трески. Это паштет. Вот. А можно взять чистую печень трески. Вот такая масса у меня получилась. И намазываем на наши кусочки. Какие-то хлебушек. Все. Заправила. Порезала сюда сыр, брынзу. Заправила оливковым маслом. Немножко оливковым, немножко соевым. Семечки. Вот такие вот покупала. Семечки. Семечки подсолнечника. Вот такие чищенные. Немножечко сюда насыпала. И семечки кунжута сверху. Прям чуть-чуть буквально. Аромат обалденный. Сейчас буду ужинать. Вот такая у меня вкусная тарелочка. Кето-хлеб с вареным яйцом и с печенью трески. И зеленый вот такой вот салатик с брынзой. Ну, с брынзой и сыром фитакса. Что у вас есть. И всем, кто сейчас ужинает, я желаю приятного аппетита. Ну, еще в этом влоге покажу вам, что я заказала на Валберес. Патчи. Две туники. Дома ходить новенькие. Халат. Я такой уже заказывала. Махровенький халатик. У меня такой малиновый и бирюзовый. Но хочу сказать, конечно, после каждой стирки, во-первых, мне кажется, они подсаживаются. Вот, пусть не сильно. Ну, и, конечно, тут заказала, в общем, новенькие еще. Так, и заказала такое вот платьице. Непонятно все в упаковках. Вот. Поэтому я постараюсь сейчас все померить и показать, как это на мне сидит. Так, вот он, халатик первый. Девчонки, большой, но это 50-й размер. Не потому, что я в 48-й не влазью, а потому, что, вот видите, длина какая. Там чем больше размер, тем длиннее. Вот, соответственно, после стирки он подсядет раз, подсядет два. А то уж, конечно, когда я в 48-й, там изначальная длина вот такая, после стирки она вообще вот такая. То есть не нагнуться, ну, не комфортно. Вот, поэтому вот такая длина, кстати, у Алинки такой же. Вот, ну, что-то она его не носит. Говорит, большой. Отдаст мне, да, Алин? И будет у меня два таких. Но тут заберу на дачу. Так что вот такой вот халатик. Цена не изменилась. Не помню, что-то там около 600 рублей. Вот. Я довольна. Свет шикарный. Я такой хотела. Теперь у меня малиновый, бирюзовый и оранжевый. Пойду мериться дальше. Первая туника. Но то же самое. 50-й размер. Это еще и натуральный хлопок из-за длины. Иначе она была бы вот такая. Но я хочу сказать, что это домашняя туника, да? Что тут написано? Домашняя. Вот. Но мне кажется, что вот пока она такая новенькая, у меня что-то наподобие вот есть. Только она уже старенькая и короткая. Мне кажется, вот первое время даже вот в магазин на улицу выйти в этой тунике, в принципе, мне кажется, ничего. Она как платится. Что скажешь, Алина? Ну, вполне себе. Ну, по крайней мере, вот для поселка все-таки это нормально. Да, для поселка. Для любериц, может быть, бы... Конечно, нет. Вот. Ну, тут немножко другой рисунок. Вот у меня, я сейчас хожу, там такая же туника, только старенькая. Вот она и поширше. В общем, вот такая туничка для дома. Ну, пару раз можно выйти в магазин, пока новая. Вот. Тоже с карманами. Так, кстати, у меня без карман. Иду показывать цвет. Ну, и вот такая вот туника. Алинка говорит, мам, в этом даже можно и не стыдно и на работу летом сходить. Ну, пока новая. Тоже на сайте она была темней, но цвет темно-серый. Я не знаю, как там на камере. Вообще темно-серый цвет, чистый, 48-й размер. Вот такая вот длина. Ну, вот он, 40-й размер, 48-й размер, это мой размер. Мой. Вот, где та туника немножко большевата, может быть, мне и длина, и так, и халат тоже. А вот это вот прям село. 48-й размер. Мой, да, очень интересный принт здесь. Не знаю, что будет с этими цветочками, с этими наклейками после стирки. Но, мне кажется, пару раз в магазин, а может быть, и на работу летом, когда, знаете, такой отпускной период, мне кажется, можно и сходить. Так, пойду мерить платье. У меня еще осталось. Вот такое платье, 48-й размер. Можно, мне кажется, было бы побольше, чем, мне кажется, вот опыт Борисия. Но Алинка говорит, нормально. Вот, синий цвет. Дашуль, не злись. Бабушка, видишь, платьица мерит. Синий цвет очень люблю, потому что то синее платье, которое я тоже обожаю, я его ушивала в свое время, когда постройнела, и теперь я в него не влазю. Вот. А это, значит, вот такие рукава. Вот. Простенькая на самом деле. Такая длина. И смотрите, девчонки, можно без пояса. Вот если пояс убрать, в принципе, оно и без пояса. Под каблучок легенький. Да, Дашуль? Ну, ничего? Алин, тебе нравится? Да. И стоит оно 1440 рублей. Ну, 1400, там, дра-да-да. Вот такие вот покупки у меня. Патчи сейчас покажу, распакую и покажу. И отправлю влог на канал, а то что-то давно я уже там не была. Ну, и вот такие патчи. Я стараюсь патчи всегда брать вот с таким вот рисунком. Разные брала и желтые, и золотые, и зеленые, и розовые, и голубые. И вот опять взяла зеленые. Сейчас открою, посмотрю, какие они там. Да, Дашуль, не лазь туда. Вот. Те у меня уже заканчиваются. Там, по-моему, на один или на два раза осталось. Так что сейчас посмотрим, заглянем. Видно, как доехали, немножко скукожились. Обычно должно быть здесь такая половинка и здесь. Но я сняла здесь верхнюю пленочку. Ну, вот такие вот патчи. Ну, обычные патчи, как патчи будем. Я их по утрам практически всегда делаю. Но не каждый день, нет, не каждый. Но часто. Кстати, нет, были у меня немножко другие. Были у меня вот такие вот. Вот уже все на пару раз осталось. Но на самом деле, ну, тоже с лицом. Я знаю, что я всегда беру вот с лицом патчи. Но вот эти лучше. Вот. Это тоже брала на Валберис. Но вот эти однозначно лучше. Вот когда такой рисунок. Не знаю, как вам. Я больше вот эти предпочитаю. Особенно золотые мне очень нравятся. Это вот два моих синих платья. Кстати, на камере кажется, что цвет абсолютно одинаковый. А вообще нет. Вот это платье новое. Вот это. Вот оно, которое я сегодня в Валберис получила. А вот это платье слегка все-таки... Вот это светлей, которое у меня было. Я его... Оно тоже, кстати, 48-го размера. Но тогда, когда я была уж прям стройняшка, я в него смело так влезала. А сейчас вот прям померила. А-а-а. Не хватает немножко. Ну, ничего. Вот пусть висит. Я на него буду любоваться, чтобы дойти до того состояния, чтобы его можно было одеть. Вот. Ну что? На этом буду заканчивать свой влог. Смотрите, какой у нас тут порядок. Дашулька навела. Ну, нормально. Здесь живет внучка Даша у нас. Поэтому вот как-то так. Ладно, сегодня попробую отмонтировать и загрузить видео на канал.